Наш семинар, так или лекция семинар, немножко так вот по-детски сформулировано название, как устроены и работают интерфейсы мозг-компьютер. Но вы знаете, значит, наша лаборатория, лаборатория нейрофизиологии, это один из прагматических аспектов. Нужно понимать, что вообще-то существует большая наука, нейрофизиология, психофизиология и нейроинтерфейсы. Это вот некоторый такой прагматический аспект работы фундаментальных, в том числе фундаментальных лабораторий. Но именно поэтому, собственно, нейроинтерфейсы и зародились, и получились, и качественно могут работать. Потому что здесь, ну вот в нашей лаборатории мы изучаем фундаментальные механизмы мозга, отвечающие за формирование психических образов, например. А как же иначе построить интерфейс, если не поймать электроэнцефалографическое отражение этих психических образов? Что такое намерение человека? Как вообще устроено восприятие человека? И вот много таких фундаментальных аспектов, которые помогают, вообще-то, вот выйти в прагматический аспект. И в частности, если говорить о нейроинтерфейсах, то наши, наши такие, наша нацеленность в области нейроинтерфейсов – это медицина. Но сейчас я хочу рассказать, ну, некоторую такую историю нейроинтерфейсов, только без, без глубоких погружений, а вот выделить основные идеи, которые, собственно, и были заложены в этой области. Я условно разделил все нейротехнологии, которые только были придуманы к настоящему моменту, на четыре поколения. Поколения – это не означает, что они прямо уж следовали одно за другим. Они, вообще-то говоря, зародились, может быть, и одновременно, но это разные просто идеи. Вот я их рассортировал в разные идеи. И, ну, давайте для того, чтобы как-то в этой области, в эту область войти, все-таки я обычно начинаю с определения, что такое нейроинтерфейс. Потому что, как, если вы придете в магазин электроники и спросите, дайте мне парочку нейроинтерфейсов. Ну, вам дадут там штук пять, шесть, восемь, скажут, выбирайте. Но если у нас нет определения, нам же могут там подсунуть в этом магазине все, что угодно, есть классическое определение. И вот оно, это классическое определение. Его дал Патриарх и один из главных разработчиков таких идейных нейроинтерфейсных технологий, Джонатан Вольпоу, в 2002 году на первой конференции, посвященной вот нейроинтерфейсным технологиям. И определение очень простое. Нейроинтерфейсные технологии позволяют зарегистрировать показатели работы мозга. Ну, как правило, это электрический сигнал. Выделить в этих показателях специфический паттерн или там специфическую активность, скажем, электроинтерфейсным технологиям, которая связана с намерением человека и транслировать ее командой для внешних исполнительных устройств. Вот такая три задачки. Первое, это зарегистрировать. Второе, выделить все-таки вот этот специфический паттерн и превратить его в команду для исполнительного устройства. И здесь очень важное замечание. Мы можем, конечно, выделить в энцефалограмме сколько угодно специфических паттернов или там специфических изменений активности, но нам нужны только такие, которыми человек может произвольно управлять. Тогда это будет команда, ну, можно сказать, мысленная. Это мысленным усилием можно что-то сделать во внешней среде. Потому что если это специфическое изменение, а мы не можем произвольно его контролировать, тогда это... Какой же это нейроинтерфейс? Тогда это просто диагностическое оборудование для того, чтобы разбираться, там, не заболел ли чем-то мозг. Но в этом определении Вольпоу, конечно, заложен прагматический аспект, то есть как управлять внешними исполнительными устройствами. Но там есть и фундаментальный аспект, который нас особенно интересует, как, в общем, фундаментальных исследователей. Вот какие это вопросы? Первый, это то, что нейроинтерфейсная технология – это парадигма, новая парадигма для исследования механизмов мозга. Ну, в самом деле, наш же мозг эволюционно приспособлен был, причем не только наш, но всех животных, особенно млекопитающего ряда, был приспособлен для управления мышцами. И именно вот через мышцы можно управлять объектами внешней среды, больше никак. А здесь мы хотим приспособиться и перехватить эти намерения человека, перехватить до мышц, до нервов, которые идут к мышцам, а прямо встроиться в сами извилины, в корковые извилины мозга. И пойдет ли мозг на это? Пойдет ли он на то, что теперь он будет управлять внешними исполнительными механизмами не с помощью мышц, не с помощью периферических нервов, а прямо напрямую от мозга к этим самым устройствам? Ну, вот здесь это чисто фундаментальные аспекты, потому что там начинаются проблемы, например, ну, допустим, он может, как быстро, с какой задержкой, может ли это все автоматизироваться? Много вопросов. Это проблемы такие фундаментальные, их надо исследовать. И вторая часть, которая тоже очень интересна, это то, что нейроинтерфейсные технологии, возможно, это часть такого нового мира, который позволит человеку адаптироваться в цифровой реальности. И если уж говорить о медицине, то в области реабилитации. То есть, возможно ли будет построить такую зону самообслуживания для человека абсолютно беспомощного, который когнитивно сохранен, но у него как раз выпала именно вот эта моторика. Не говорить, не двигаться никак. Возможно ли построить ему новую среду обитания вот с помощью прямого взаимодействия мозг-компьютера. И вот для того, чтобы здесь не быть заранее пессимистически настроенными, потому что тут есть очень большая проблема. Вот в этой всей технологии. Проблема – мы не знаем коды мозга. И вообще-то говоря, сейчас нет теоретических подходов для того, чтобы расколоть коды мозга. Ну, два слова о том, что же я имею в виду под кодами мозга. Ну, понятно, что, допустим, если мы вставляем флешку в компьютер, то на компьютере вдруг появляется фотография, которая есть на флешке. Ну, а если вы посмотрите под микроскоп, там же нет никакой фотографии. Там есть единички-нолики. То есть, что-то такое есть в компьютере, что упорядочивает эти все единички-нолики и представляет их на экране в виде картинки. Ну, что это за волшебство такое? Декодер. Ну, тот или другой, потому что все же это пишут люди. Поэтому понятно, что написали какой-то декодер, который вот знает формат данных, знает, как их преобразовать в картинки. Ну, и вот это все получается. Нам нужен этот декодер сначала. Тогда мы сможем разгадывать коды мозга. Но его надо писать нам самим, надо разгадывать нам самим. А все-таки мозг – это же, так сказать, очень много нервных клеток. А в каждой паре нервных клеток, конечно, несутся нервные импульсы. Мы их запросто сейчас перехватываем, причем в сотнях этих нейронных пар. Можем перехватывать эти нервные импульсы. Ну, и что? Ну, вот они пробежали от одной клетки к другой. Как узнать содержание этого сообщения? Последующая клетка, конечно, понимает, что и предыдущая клетка сообщает. Ну, нам-то как в этом знать? Они же это делают в большом комплексе, там, сотни миллионов нервных клеток. Они как-то работают с целостной информацией, а мы же этого не знаем. Разве что только вколоть эти электроды в сотни миллионов нервных клеток и что-то там разбираться. Видите, технического подхода пока что не предвидится. И как-то вот логически разобраться с этой проблемой нет. Значит ли это, что нам заказан путь в разработку нейроинтерфейсов? Нет. Вот я вам примеры сразу приведу, чтобы сразу мы успокоились, что нейроинтерфейсы существуют. Ну, такая основная идея там теперь нам понятна. Это все-таки дело не в компьютере, а дело в том, что все-таки получить прямой контакт мозга с искусственным интеллектом. И то, та и другая сущность имеют свои преимущества и недостатки. Ну, так вот не будем сейчас дискутировать, но явно, что творчество, интуиция, озарение, эмоциональность – это на стороне мозга. А вот высокое быстродействие, память, неутомляемость, невозбудимость – это на стороне искусственного интеллекта. Ну, вот как их объединить? Ведь если объединить эти преимущества, то мы получим суммарный или аддитивный эффект невиданной силы. И для этого вот и нужны нейроинтерфейсные технологии. Основная идея – это все очень просто. Получить информацию из мозга и передать ее обратно в мозг. Заранее я вам скажу, что двухсторонние такие нейроинтерфейсы в самом, что ни на есть упрощенном виде получены для инвазивных нейроинтерфейсных технологий. То есть, когда нужно просверлить дырочки, опустить туда вглубь мозга электроды, тогда можно кое-что сделать. Но это только для инвазивных и только-только в общем в самом упрощенном варианте. А мы сейчас с вами будем говорить о неинвазивных технологиях. То есть, если чуть-чуть повредить, например, кожу на голове человека, это уже будет инвазивная технология. Поэтому без каких-либо повреждений. Ну, в основном это, конечно, будет электроинфилография. Ну и вот я вам хочу показать, что нейроинтерфейсы существуют. Вот эта случайная запись из нашей лаборатории 2005 года. Слушайте, это почти что 20 лет назад уже. Это первые такие попытки. И вообще это первая работа от России на таком международной печати. И здесь вот речь идет о том, что попробовать управлять машинкой, которая снабжена, игрушечная машинка, она снабжена всей ходовой частью, но команды передать от мозга. Ну, здесь я вам раскрою секрет. Это вот я тут, собственно, испытатель. Ну, надо же как-то на себе все пробовать для начала. И идея тут вот в этих испытаниях такая. Машинка ставится перед мной. Вот так. И нужно дать ей старт, чтобы она пошла точно от меня, ровно. Потом развернулась и пришла к моим ногам. Вот смотрите, она хорошо выполнила команду. То есть я хорошо послал команду. Но на последнем участке она все-таки потеряла управление. Ну, вот мне сложно устойчиво держать мысль. И второй предмет, тоже из нашей, пример, тоже из нашей лаборатории. Ну, здесь вот у меня работал на этой теме. Это другого типа нейроинтерфейс, и мы об этом поговорим. Работал и работает в то время аспирант, сейчас это старший научный сотрудник Илья Петрович Ганин. Вот он разрабатывал такие, такой уже нейроинтерфейсы на основе волны П-300. Ну и как-то без ведома, без моего ведома забрал это все оборудование домой и своего брата-дошкольника все это навесил на голову, чтобы посмотреть, как это будет. Ну, я говорю без моего ведома, ну, просто потому что с детьми, видите, там особый этический контроль работает. Но тем не менее, смотрите, что получилось. Вот теперь мы имеем историческое видео. Здесь идея такова. Две матрицы на экране. В одной, одна матрица это просто пазл, разбросанные случайным образом кусочки картины большой. А вот справа матрица, куда нужно перенести элемент пазла так, чтобы собрать, ну, зверька. И вот этот перенос осуществляется именно мысленным путем. Вот он сейчас показал, какую картинку он хочет перенести, а справа белая клеточка, куда она должна попасть. И вот сейчас ошибка. Он не смог перенести, эта клетка осталась на месте. Но я могу заранее сказать, что тут, если подвигать дальше, могу заранее сказать, что тут были две-три ошибки. Я наблюдал за этим вот через кино. И матрица была собрана. Причем он ее собирал, этот ребенок собирал матрицу быстрее, чем взрослый. И с большей мотивацией. То есть вот это вот чудо, когда силой мысли переносится картинка из одного места в другую, просто он подумал, и она перенеслась. Ну вот еще, смотрите, вот он уже почти собрал. Вот он сейчас какую-то картинку должен перенести. Он уже показал пальцем, значит, какую, нижнюю. Он должен перенести в правильное место. Вот она перенеслась. Осталась последняя картинка, но она не перенесется, пока он усиленным намерением ее не захватит. Ну все. Вот. Да. Вы знаете, да. И вот это, это, так сказать, для детей, для детей как-то более мотивировано, когда он чувствует, что силой мысли он что-то творит. А это нейроинтерфейсные технологии. Это все, так сказать, мотивационная часть моего сообщения, что да-да-да, нейроинтерфейсы получаются. Нейроинтерфейсные технологии, о которых мы не будем говорить, но наибольший такой успех был достигнут в 2012 году. Две команды получили финансирование от агентства DARPA. Это такое, типа агентства гражданских, военно-гражданских инициатив. И с одной стороны это Эндрю Шварц, с другой стороны. Ну, в общем, два ученых, просто разных лабораторий в значительной степени конкурирующих. Джон Донах, из Браун, в юниверситете, и Андре Шварц из Питтсбурга. И вот они сделали в 2012 году работу, которую можно и продемонстрировать. Между прочим, так, чтобы мы понимали масштаб эффекта, масштаб запроса, и та, и другая лаборатория получила по 14 миллионов долларов. Грант. Они справились с задачей. Вот операционное поле, где слева вот здесь вот, так, чем бы тут это взять? А вот курсор виден мой, нет? Не виден. А указка видна моя? И курсоры указка видны, Александр Игоревич. А, отлично, отлично, отлично. Вот видите, вот справа, вот здесь вот, это вот электродный пакет. Это такой квадратик со стороной 6 миллиметров. И там торчат иголочки, они изолированы по всей длине, кроме кончика. Вот такая вот, такой пакетик втыкается в кору. Здесь вот операционное поле, вот здесь вот кость видна, так сказать, потом это все зашьется, заложится той же костью. А смотрите, как это обживляется. Вот здесь одна уже плашка такая стоит на коре, а вторая вот под таким стерженьком. Это прямо рукой. Там выискиваешь такое место, где нет кровеносных сосудов, там придерживаешь, подводишь этот стержень. И этот стержень рассчитан на движение всего лишь на 1 миллиметр. И с очень большим ускорением. То есть он толкает эту микросхемку, вбивает ее просто в кору. И вот она там остается. Ее кончики где-то посередине коры. Ну, кора примерно 3 миллиметра толщиной. Значит, где-то посередине кончики торчат. И там случайно уж какие-то нейроны подбираются. Вот это и есть основа контакта инвазивного. Дальше все это зашивается. И где-то через 2 недели уже, так сказать, если все идет нормально, без инфекции, все первичным заживлением, все оказывается хорошо. И вот вам пациентка Джона Донахью, которая должна управлять, собственно, вот манипулятором. Она полностью обездвижена, она не может говорить, ничего. И здесь я хочу показать видео. Очень коротко мы сделаем такой экскурс в это видео. Что же получилось? Ну вот, посмотрим. Сейчас пациентка на голове разъем. Это уже разъемчик от тех самых плат. Не обращайте внимания, что там этот мощный разъем, провода идут. Это уже время, когда можно было все сделать беспроводным образом. Но все-таки надежнее провода и вот этот большой разъем, чтобы была защита от электромагнитных полей внешних и так далее. Ну вот кое-как, медленно, но управление все-таки идет. Это контейнер с напитком, который, собственно, нужно, пациентка хочет получить. Да, ну вот дело идет. Это инвазивные нейроинтерфейсы. Но я хочу отметить, что там в самом начале, в заголовке этого фильма было указано, что это 1959 день тренировок. То есть, видите, не так-то все просто. Чтобы вот так вот подключились к нейронам и на следующий день там все будет работать. Нет. Это все-таки годы жизни надо потратить, чтобы хотя бы получить вот такое медленное управление. Но для человека, который лишился его навсегда, естественного управления навсегда лишился, то вот получение такой связи, управления манипулятором, это, конечно, новая жизнь. Поэтому дело идет. К настоящему времени, ну вот есть таких около 40 пациентов в мире за 20 лет примерно. 40 пациентов, которые, ну вот примерно на таком уровне пока что находятся. И видите, здесь вживление всего 200 электродов, потому что одна плашка 100, другая плашка 100, можно 400 ввести электродов. Но вот Илон Маск, он предлагает введение десятков тысяч электродов в один момент. Поэтому вот посмотрим, что получится у Илона Маска. И вот теперь мы переходим, когда все-таки я вас убедил, что нейроинтерфейсы возможны, как-то они все-таки работают. Вот теперь давайте перейдем к этим самым поколениям нейроинтерфейсов. Итак, вот мы говорим о нейроинтерфейсных технологиях, неинвазивных. И это главным образом электроэнцефалография. Ну, это мы все знаем, что это такое. Есть сенсоры, которые ставятся на кожную поверхность головы. Если более современные, ну как сказать современные, кому что нравится. Например, вот у нас активные электроды, то есть в каждом электроде уже вставлен усилитель и вставлена оцифровка, и по проводам бегут уже цифры, а не не микровольты. Это существенно защищает от помех. Но это не так сейчас важно. Важно, что вот он наш сигнал, собственно, с которым надо работать. Это электроэнцефалография. Ну, смотрите, вот идет тут 40 каналов. Все эти кривые, пожалуйста, они онлайн выдаются в компьютер, но надо найти, выделить в нем специфический паттерн, связанный с желанием человека, например, двинуть манипулятор вверх там, или включить команду, какую-то команду. Вот в этой суматохе этих волн нужно выделить конкретные специфические изменения, связанные с намерением, произвольным намерением. Непростая задача, потому что проблема-то в том, что такой электроэнцефалографический электрод собирает активность примерно 400 тысяч нервных клеток. То есть все смешивается там 400 тысяч нервных клеток. Там смотрите, сколько там может быть функционально разных модулей. Но все это смешивается, и вот в одной таком, в одной линии, здесь вот их 40 линий, это вот смесь по почти полумиллиона активностей. Поэтому это все непросто, это требует больших там всяких там расшифровок, но мы сейчас все-таки туда не погружаемся. Основную схему давайте рассмотрим нейрокомпьютерного интерфейса. Итак, мозг, регистрируется энцефалограмма, дальше она идет в модуль, который в англоязычном выражении BCI, Brain Computer Interface. И этот модуль, собственно, и должен расшифровать специфические паттерны внутри, в этой самой энцефалограмме. Эти паттерны могут быть и пространственные, могут быть в каждом отдельном канале свои. В общем, это расшифровка. И тут требуются, конечно, элементы искусственного интеллекта, ну, так сказать, удобные для этого сетки и их комбинации. В принципе, можно использовать не сетки, можно использовать линейные комбинации, какие-нибудь дискриминанты и функции, но некоторый модуль, который должен этим заниматься. И дальше, если такая команда распознана, она передается на исполнительное устройство, человек при этом получает обратную связь, обратную связь, и можно немножко корректировать свои усилия. И вот здесь самое важное, что я хотел бы дать, как бы, понять всем разработчикам, нейроинтерфейсам и тех, кто их приобретает. Мы, когда приобретаем какой-то товар в магазине, мы же все-таки хотим знать его характеристики. Так вот, характеристики у нейроинтерфейса, три важнейшие характеристики. Надежность выполнения команды. То есть, я задумал команду, с какой надежностью, в скольки процентов случаев из 100 эта команда будет выполнена. Вот этот параметр должен прямо быть записан в инструкции. Второе, это скорость. То есть, как быстро мы можем выделить эту команду при анализе, например, электроинцефалограммы. Ну, что там, за одну миллисекунду, за один час, это время надо указать. И, наконец, число команд, которые может дать этот нейроинтерфейс. Вот эти три основные параметра, которые надо обязательно запрашивать, как только кто-то, ну, говорит или делает заявку на разработку или предлагает купить нейроинтерфейс. Нужно вот обязательно спросить, вот с какими параметрами этот нейроинтерфейс работает. Ну, а теперь давайте перейдем к этим самым поколениям. Ну, смотрите, первое поколение. Вот здесь я выделяю такого первооткрывателя вообще всего этого нейроинтерфейсного направления. Это Джокамье. Это мой снимок. Но он американский профессор. В свое время был психологом. И, ну, он уже ушел из жизни. Но, тем не менее, видите, какая счастливая находка. Он, собственно, изучал альфа-ритмы. И думал, как сделать так, чтобы альфа-ритма было больше у студентов, которых он изучал. Он повесил ему зеленую лампочку, которая была соединена с этими пачками альфа-ритма. Нет пачки альфа-ритма. Не горит эта лампочка. Так вот, студентам сказал, давайте так, чтобы побыстрее нам разбежаться, давайте сделаем так, чтобы лампочка горела как можно дольше. Ваша зеленая лампочка. И на удивление, вообще-то мне, но ему, наверное, тоже, эта лампочка действительно горела дольше. Значит, студенты могли управлять своими альфа-ритмами. То есть, они как-то, не зная, что там изучает профессор, их задача была только продержать эту зеленую лампочку. А она же была связана с альфа-ритмами. То есть, они могли регулировать свои альфа-ритмы. Вот это было такое капитальное открытие, которое Джоэ Камио сам, в общем-то, сразу и не осознал. Потому что это были, видите, 58-й год. Но тут же сообразил, что тут делать Норберт Виндер со своим инженером Эдманом Диваном. Они подумали, а что, если человек может управлять этими альфа-вспышками, то пусть они дают длинные и короткие альфа-вспышки. А это и будет азбука Морзе. Почему бы не сделать? И вот вам прямая коммуникация. Манипулируйте своим альфа-ритмом и получите такое скрытое сообщение. Скрытое для всех, но открытое для нейрофизиологов, которые поставили эти электроды в нужном месте. Увы, такой фокус не получился. По простой причине. Человек, хоть и лампочку эту мог продержать подольше, зеленую, но управлять вот так вот пазами альфа-ритма, одна пачка побольше, другая поменьше и вообще в произвольное время, вот это оказалось невозможным для человека. И это не получилось как коммуникационный нейроинтерфейс. Ну, в свое время, это вот тоже мой снимок, Жак Видаль. В общем-то, это он по образованию инженера, авиационный инженер. Он предложил опять тому же самому фонду ДАРПа идею управления самолетом. Ну, конечно, не всеми агрегатами самолета, не штурвалом, а в общем, некоторыми такими моментами, когда самолет делает маневры и перегрузки высокие, и руками сложно быстро что-то сделать, можно вот дать мысленную команду. Потому что мозг переживает вот эти нагрузки, перегрузки в связи с пикированием там и прочим легче, чем мышцы. Мышцы становятся тяжелыми там в 3-5 раз, а мысли остаются легкими. Вот он сделал здесь у нас справа есть из его статьи схема нейроинтерфейсов, которые он предложил. Ну, там нет смысла разбираться вот во всех деталях. Важно, что это, конечно, древние какие-то комплексы, вычислительные комплексы, и ничего там не хватало. Ни машинных мощностей, ни алгоритмов, ни вообще нейрофизиологических знаний. Ничего не предрасполагало не предрасполагало к тому, что будет сделан, ну, какой-то толковый нейроинтерфейс. И ничего не получилось. И вот за эти, но тем не менее, сам грант, название самого гранта и статья, которая была, отчет, который был сделан, видите, на пути к прямому интерфейсу мозг-компьютер, коммуникации мозг-компьютер, проект был закрыт, и закрыто все было направление примерно лет на 10-15. Вот потому, что уже ясно было, что человек поработал внимательно, ничего не получилось. Но через 15, в конце 80-х, это направление стартовало заново. И так вот, видите, проблема поколения один. Естественные паттерны не могут управляться произвольным образом. Все. Значит, проект первое поколение здесь просто может, оно осталось в некотором смысле, осталось в области, которая называется босс-тренинги, когда нужно действительно повышать там какой-то или понижать какой-то ритм, но не строго по каким-то определенным фазам. Вот минута или там 20 минут надо сидеть, чтобы эта лампочка горела дольше. Ну, это означает, что за все время альфа-ритм действительно держался на каком-то более высоком уровне. Но это отдельная тема, мы сейчас ее не обсуждаем. Мы переходим к интерфейсам поколения 2. Знаменитый физиолог Грей Уолтер. Его книжка называется «Живой мозг». Скорее всего, она есть в библиотеках, и я рекомендую студентам начинать с изучения такой мозга по книжкам, с его книжки. Книжка была издана, я, наверное, был аспирантом, когда она появилась. То есть это какой-то, вернее, каким аспирантом, наверное, был студентом даже. Вот, потому что она появилась на русском языке где-то в конце 60-х годов. И почему он вошел в нашу историю с интерфейсами поколения 2.0? Вот смотрите его парадигму исследования. Дается звук, через 2 секунды загорается лампочка. Человек должен успеть в очень маленький интервал времени между тем, как лампочка включилась и тем, как она выключится, нажать на кнопку. Вот в этот период он должен нажать на кнопку, и тогда переключатся слайды. Вот такой были старые такие слайдоскопы, которые давали слайды электрическим переключениям. Ну и такая игра получается. Человек задумывает, успевает сделать правильное действие, ну и получает вот новый слайд. Можно так играться. А если не делает как следует, то тогда будет смотреть на старый слайд. Ну и вот. А конечно Грей Уолтеру было интересно, что происходит в эти самые 2 секунды. А в мозгу происходили драматические изменения. Вот в центральных областях, если мой курсор виден, то это вот эти вот, видно тут вид сверху. В центральных областях появлялась негативная волна. Точка 0 здесь, это момент нажать. Но смотрите, волна начинала появляться где-то за полторы секунды до действия. И Грей Уолтер что-то засомневался, с какой стати. Так рано мозг начинает что-то замышлять. Потому что человек-то, если он захотел нажать на кнопку, ну что ему за полторы секунды уже об этом беспокоиться? Где-то там за полсекунды он уже, значит, даст себе команду. Так, сейчас нажму. И вот чтобы понять, что происходит, человек действительно дает эту команду, или тут мозг как-то самостоятельно все это делает, он сделал электрическую схемку. Смотрите, как только этот потенциал снижается на определенное, на определенный уровень, до определенного уровня, допустим, вот здесь вот до 7 микровольт, минус 7 микровольт, или там 5 микровольт, тут же срабатывает триггерное устройство, которое переключает слайд до того, как человек успевает нажать на кнопку. И удивительным образом странная такая методика, но она сразу показала, что человек, что вот эта волна достигает 7 микровольт в то время, когда человек еще не замышляет нажать на кнопку. То есть это совершенно действие, которое происходит вне осознания человека. Эта тема, с какой стати мозг начинает тогда что-то делать, если человек даже не принял решение нажимать на кнопку, это тема отдельная. Регуляция, волевая регуляция. Мы тоже сейчас не можем ее обсуждать. Но важно, что Грей Уолтер получил ответ. Действительно, это мозг уже готовит это действие тогда, когда человек еще об этом не знает. И он подвигал этот горизонтальный уровень, уровень отсечения сигнала, подвигал дальше, дальше, дальше и нашел тот интервал, когда человек уже осознает, что он хочет нажать на кнопку. Это примерно 300 миллисекунд. Все остальное это подготовительные операции мозга, которые он делает вне ведения человека. Но нас сейчас не эта проблемка интересует, а то, что здесь уже сработал настоящий нейрокомпьютерный интерфейс. Смотрите, человек ничего не делал, он даже не осознавал ничего. А слайдоскоп переключился. И переключился он именно от деятельности мозга. Что это была за деятельность? Ну, конечно, она была нацелена на то, чтобы переключить слайдоскоп. Но это было сделано автоматически. Значит, можно попробовать сделать на этом основании уже какое-то практически полезное дело для, например, пациентов. Ну, пациенты, которые, например, не могут говорить, не могут двигаться. Классика для после инсультных пациентов в тяжелом случае. И действительно, на основе этого Грей Олтер тоже не понял, что он создал первый работающий нейроинтерфейс. Но последователи уже значительно-значительно позже. Они догадались, что здесь можно что-то с этой волной сделать. Но смотрите, тут очевидная могла быть причина, почему эта волна вдруг возникла, когда человек еще ничего не замышлял. Было же ожидание. Все-таки человек привык, что через две секунды будет зажжется лампочка. И поэтому мозг, конечно, автоматически начинал подготавливать мышцы. Все для этого двигательного акта. Но нужно было сделать без ожидания. И вот эти немецкие исследователи не сделали без ожидания. Они просили испытуемого просто согнуть палец тогда, когда он хочет. Ну, просто в любое время, когда он хочет. И вот видите, тут другая направленность. Просто я не хотел оригинальные рисунки менять. Другая направленность волны. Вверх это у Хьюберна. И это вверх это минус направление. Так вот, видно, что та же примерно динамика. А никакого, никакой лампочки нет. Ничего. Человек принимает решение, нажимает. Но если от нуля считать назад, то видно, что мозг готовит эту операцию заранее. Но вот теперь важно было, может ли человек вызвать эту волну готовности или ожидания. Они по-разному назвали свои волны, хотя суть примерно одна и та же. Потенциал готовности или волна ожидания. Можно ли это вызвать эту волну произвольным образом? Оказывается, человек может создать в себе некоторую какую-то такую процедуру мысленную, которая вызывает эту волну. Ну, дальше все очень просто. Значит, эту волну можно использовать как команду. И вот на основе только этой волны, здесь вот я привожу этих исследователей, которые, Нильс Бернбаумер, 99-й год, на основе этой методики был сделан коммуникатор. Ну, вот я даю перевод. Как этот коммуникатор работает? Очень просто. Экран делится на две части. В одной половина первая часть алфавита, в другой вторая часть алфавита. Ну и все. Если буква человек, которую хочет человек набрать в данный момент, находится справа, надо вызвать эту самую медленную волну. Если слева, ничего не нужно делать. И вот так есть статья, как раз вот эта вот статья 2003 года, где опубликовано письмо, написанное таким пациентом через медленные вот эти волны, через потенциал готовности. Но если это же бинарное решение, разделили на две половинки, справа есть. Тогда, значит, правую часть еще раз на две части разделим. Опять есть или нет. И если 32 буквы, то тогда 5 будет шагов, и можно свою букву, в конце концов, поймать. И вот 128-129 тысяч бинарных решений потребовалось человеку, чтобы за 6 месяцев написать 454 слова. И следователям было интересно это письмо, потому что он описывал, как он создает себе эту медленную волну. Ну, данный пациент, он натягивал тетиву, и вот перед отпусканием стрелы, вот в этот момент появлялось, уже можно было регистрировать эту волну. Ну, это вот вам нейроинтерфейс, который уже реально можно было использовать для пациентов. Это поколение 2. Ну, какая у него проблема? Проблема в том, что надежность около 60%. То есть, несмотря на всю эту методику, которую я вам писал, вот вызвать в себе эту волну не так-то просто. Она вызывается вот с недостаточно хорошей надежностью. Ну, и нужно, в общем-то, довольно много времени. Пока он настроится, испытуемый, пока он вызовет эту волну, вот 10-15 секунд. Это поколение 2. Практически не используется сейчас для управления нейроинтерфейсами, но тем не менее, довольно сильно разрабатывалось, большие коллективы, в общем-то, работают с этим и сегодня. Но мы не будем углубляться для каких-очень таких отдельных направлений. Проблемы тут видны. Поколение 3. Мы уже, значит, перевалили через половину. Сейчас поколение 3. Эммануил Дончин. Тоже мой снимок. Вот эта работа, знаменитая работа 88-го года, где он предложил новый, невиданный раньше нейроинтерфейс, который заработал очень хорошо. Ну, здесь я ради того, что, ради поддержки отечественной науки, должен сказать, что наша лаборатория была основана в МГУ в 87-м году. И, в общем-то, мы, и эту работу я уже знал, и мы уже там ее смотрели. Но только где-то в 2005-2007 году мы начали конструировать, вообще-то говоря, попробовали пересобрать нейроинтерфейс Дончина, потому что у Дончина он работал с небольшой надежностью и медленно. И вот, что получилось. Как работает этот нейроинтерфейс? Опять испытуемый. Регистрируем ЭЭГ. Перед испытуемым матрицей, в каждой ячейке которой зафиксированы некоторый символ. Ну, в данном случае это матрица 6 на 6. И в данном случае это буква, конкретная буква в красном квадратике. И вот человек смотрит на эту матрицу, и ничего, никакой интерфейс не получится, если только столбцы и строчки этой матрицы не начнут подмигивать. Но мы теперь понимаем, что если мы регистрируем ЭЭГ, если мы профессионалы, то, конечно, на каждое подмигивание мы в ЭЭГ можем выделить вызванный потенциал. Вызванный просто подсветкой столбца или строчки. И вот здесь чисто нейрофизиологический фокус. Если мы подсвечиваем столбец, в котором находится наша буква, то реакция будет немножко отличаться от подсветок всех остальных столбцов. И то же самое для строк. И отличаться она будет именно потому, что в состав этой подсветки входит нужная буква. Ясно, что если мы получаем необычную реакцию на какой-то конкретный столбец и на какую-то конкретную строку, то на пересечении находится нужная буква. Вот эта вся технология была придумана Дончином и его аспирантом Парнер. Но нам осталось только сделать так, чтобы эта технология заработала с высокой надежностью. Ну и вот здесь я показываю эти реакции. Реакция, которая ушла, такая фиолетовая ушла вверх. Она находится в районе где-то 300, ну так вот считается 300, хотя здесь это уже не 300, а за 400 миллисекунд. Но вот где-то здесь ее можно собирать, начиная от 300 миллисекунды, даже от 250 миллисекунды до 450. Вот здесь можно выделить место, где можно усреднять амплитуду получавшегося вызванного потенциала. Если эта амплитуда возрастает, то значит это реакция на нужную букву. Ну поскольку она подсвечивается программно, мы знаем, какая эта буква. Конечно, нужно было на самом деле посмотреть, чтобы повысить вероятность. И вот в такой простой схеме вероятность получения правильного ответа примерно 0,7. И все лаборатории, которые вот сходу начинают браться до этого дела, получают 0,6, 0,7. Но это довольно высокая вероятность, потому что всего лишь случайным образом можно указать на букву только с вероятностью 1,36, а тут сразу 0,6, допустим. Так что вероятность большая. Но как коммуникационный интерфейс с такой вероятностью плохо работает, там 40-30 процентов ошибок. Поэтому нам нужно было довести это до возможного минимума ошибок. Вот как раз в нашей лаборатории своей кандидатской диссертации занимался Илья Петрович Ганин. В результате мы достигли точностей. Вот, значит, 95%, больше 95%. Это означает из 100 попыток в 95% выбиралась правильная буква. На букву уходило около 10-12 секунд. Ну, у некоторых людей побыстрее. И в результате мы получили же матрицу, которую мы расширили, ее сделали не 6 на 6, а 7 на 7, 49. И не обязательно там располагать в ячейках буквы. Можно символы, можно пиктограммы. Допустим, чтобы человеку сказать, я хочу пить, зачем ему так долго мучиться с буквами, если он может указать в подсветках, указать на чашку. И это будет означать, что он хочет пить. Заранее можно оговориться. И так далее. Ну, в этих ячейках можно разместить просто команды, например, звонок другу и так далее. И вот это уже часть, которую нужно было сделать для больницы, мы делали совместно с Натальей Валентиновной Галкиной. Это компания, которая, компания Галины, как я думаю, что эта компания называлась Нейротренд или Нейрочат. Ну, вот сейчас это поправят. Нейрочат. Нейрочат, да. Нейрочат. Вот. И в результате был сделан целый комплекс для больницы реальный. Это уже не просто технологии. В 2013 году, ну, мы все говорим про разработку фундаментальную. В 2013 году завершена была разработка, была защищена диссертация вот Ганина. Но надо же было довести до ума, довести до больницы. Все это вот только с помощью вот кого-то, кто мог помочь чисто профессионально в этой области. И Наталья Валентиновна как раз оказалась тем человеком. И вот мы сделали совместно уже такой проект. Я сейчас хочу показать еще одну технологию, работающую примерно на таком принципе. Смотрите, если у вас в поле зрения находятся четыре лампочки и каждая мигает в своем ритме, то в энцефалограмме можно выделить четыре пика, потому что на энцефалограмму наводятся эти ритмы. Наводятся как? Очень просто. Там вызванные потенциалы появляются в каком-то ритме, а спектральный анализ дает частоту этих появлений, этих потенциалов. Вот можно четыре ритма получить на четыре лампочки. А следовательно, можно сделать интерфейс. Вот смотрите, как он хорошо работает. Здесь по углам экрана размещены четыре лампочки. Каждой лампочке можно назначить номер команды. Один, два, три, четыре. Ну и, например, в данном случае это управление курсором в игре в лабиринт. Значит, налево, направо, вверх, вниз. Четыре команды. И вот смотрите, как аккуратно идет, можно управлять этим курсором, который идет по лабиринту практически без ошибок. Очень хорошая надежность. Но недостаток-то какой? Мигание этих лампочек. Долго не выдержишь. Тем не менее, эти интерфейсы, ну это такого же типа, то есть они построены на анализе вызванных потенциалов. Надежность здесь тоже больше 95%. Команд немножко меньше, вот 12. Но надежность высокая. Мы построили, кстати говоря, на основе этого нейроинтерфейса управление инвалидным креслом. Проблема поколения 3.0 – медленная выдача символов. Все-таки это коммуникационные нейроинтерфейсы. Значит, нужно все-таки быстро, а здесь вот те же самые 10, допустим, символов в минуту. А мы можем двумя пальцами набирать 90 символов или 100 символов в минуту без проблем. Ну и потом в связи с подмигиванием, конечно, человек начинает утомляться. Вот этот комплекс, который сделан в компании Натальи Валентиновны. Видите, все нужно было переделать. Надо было сделать новый электроэнсфолограф. Там мы сейчас не можем погружаться в подробности, почему нужно было специализированный. Но это все привело к тому, что этот комплекс в рабочем состоянии доступен в коробочном решении. Любому человеку, не профессионалу, нужно только вытащить из коробки, одеть эту гарнитуру, загрузить приложение, и все это готово к деятельности. Ну, видите, 500 таких комплектов Нерачат находится сейчас у пациентов и в больницах, и на дому. По рекомендациям врача, конечно, но тем не менее, все это в рабочем состоянии. Ну, здесь я просто показываю, что презентация этой технологии состоялась в семнадцатом году. Знаковые люди приходили, смотрели. Было просто интересно, что как легко можно было объяснить работу этой технологии. Чуть позднее, в следующем году мы перевезли эту технологию в США, и здесь был сделан такой ход. Американская пациентка, она работала с нашей технологией, и пациент в реабилитационном центре в Москве. И поскольку и тот, и другой могли набирать тексты, мы их объединили, они переписывались друг с другом. Так что эта такая сфера применения расширилась, но это впервые в мире, и вот это достижение вот Натальи Валентиновны и нашей лаборатории мирового уровня. Четвертое поколение. Мы подошли к завершению нашего экскурса. Четвертое поколение. Итак, бит сверху на голову. Вот эти красные пятна, это картирование мюритма. То есть мюритм выражен очень сильно в сенсомоторных областях. Мюритм похож на альфа-ритм, но он все-таки связан с моторной системой, а не с зрительной. И вот эти ритмы внизу они нарисованы. Удивительная ситуация с этими ритмами в том, что если человек начинает работать, например, правой рукой, то ритм гасится. Причем довольно-таки заметно. Я сразу хочу сказать, что в общем случае все равно нужно настраивать сетки для того, чтобы выделить вот этот эффект подавления мюритма, потому что не всегда он там так четко видно глазами, как он подавляется. Не всегда он топологически хорошо четко ориентирован, допустим, точно с противоположной стороне. Но, тем не менее, выделять его можно, но это просто если человек работает рукой. А если он не работает рукой, а работает воображением, просто воображает, что рука двигается. Оказывается, что мюритм точно так же подавляется, как и при физической работе рукой. Вот этот факт был получен нейрофизиологами давно, но его оказалось, и он очень хорош для создания нейроинтерфейсов, потому что мысленная команда тут видна, очевидно. Я воображаю движение правой рукой, ловится подавление мюритма с противоположной стороны, а использовать эту команду можно, как договоримся, например, включить телевизор или там управление инвалидным креслом. И вот так получается две команды мы имеем. Здесь работы, в которых и даты, когда это, собственно, все начиналось. Видите, Фёрдшиллера работы начинали в 1977 году, но до сих пор сейчас, в данный момент, эти нейроинтерфейсы работают в том числе в клинике, потому что вот можно две команды запросто получить. Здесь показаны локализации красными топографические карты, локализации депрессии мюритма, видите, с левой или с правой стороны. Это такое размытое в пространстве пятно, его надо так вот ловить в нескольких электродах, но, тем не менее, вот вам две команды, и эти две команды, хоть их только две, но в медицинском отношении это очень знаковые команды, потому что эти команды подтверждают, что человек хорошо вообразил движение. Мюритм подавляется только при этом. А для медицинской реабилитации очень важно, потому что идиомоторные тренировки, они способствуют восстановлению движения. Если разрушены там какие-то корковые системы, то именно образ движения может повторно собрать новую констелляцию нейронов в координацию, которая сможет управлять рукой. Ну, это идиомоторные тренировки, здесь волшебная фраза, она используется в спорте, в том числе тренеры используют воображение для того, чтобы спортсмены, прежде чем выполнять конкретный новый какой-то этюд спортивный, нужно его хорошо вообразить или хорошо рассмотреть, как это делает другой человек. И тогда, собственно, исполнение этого этюда будет идти гораздо быстрее и гораздо эффективнее. Так что вот такие две команды идиомоторные воображения, они дорогого стоят для использования в реабилитационной медицине, а вообще-то говоря, здесь можно добыть 4-5 команд, потому что это не только левая и правая рука, это и ноги, это и мимика определенная. В общем, здесь 5-6 команд можно добиться. Какие показатели? Надежность 85% в самом лучшем случае. Ну, а в обычном случае это где-то 65%, и это, конечно, недостаточно, но за 20 лет эксплуатации и разработки этих интерфейсов вот дело дальше не пошло. Мы в лаборатории получаем 85%, но это лабораторные условия. Мало команд, и опять же скорость вот 10-12 секунд, чтобы добиться вот такой надежности. Можно, конечно, побыстрее попробовать, тогда надежность падает. Итак, мы вот с вами рассмотрели 4 поколения. Их, как видите, вот здесь вот аккуратность, показатели видны. И теперь я вопрос к организаторам. Есть ли у меня еще 5 минут? Да-да-да, конечно, есть еще. Или мы, а сколько мы всего сделаем? Я забыл зафиксировать время. Да, есть еще, да, давайте еще 5 минут и вопросы. Да, потому что я хотел бы, чтобы все-таки была возможность у коллег задать вопросы. 5 минут мне нужно для того, чтобы рассказать о поколении номер 5. Вот это поколение уже то, которое в перспективе. Его еще нет. Но идею я бы хотел рассказать. Смотрите, значит, классическая схема нейроинтерфейса нам знакома. Нейроинтерфейс содержит в себе модуль искусственного интеллекта. Ну, как искусственного интеллекта? Элементы искусственного интеллекта для того, чтобы выделить этот самый специфический паттерн. Но вот этих модулей много. Есть специальные работы, которые изучают, как это сделать. В общем, здесь очень большая наука кругом. Но в пятом поколении не в этом дело, а в том, чтобы избавиться, собственно, от исполнительного устройства. Исполнительное устройство, оно ориентирует нас на создание командных нейроинтерфейсов. Получить команду и что-то там включить, что-то выключить, что-то передвинуть. А здесь будет стоять искусственный интеллект особого назначения. Он будет догадываться, что человек задумал. Что значит догадываться? Он должен выдвигать гипотезы. А это совершенно другой тип общения. Никакие команды он не принимает. Мозг человека генерирует энцефалограмму, но при этом он что-то задумал. И вот теперь, чтобы разгадать, что задумал, этот самый искусственный интеллект не просто пассивно анализирует, а он выдвигает гипотезу. И вот эта схема, извините, вот тут я еще на русский не переделал, но, значит, вот эта схема, это классика. Мы декодируем, в этой классике что? Декодируется энцефалограмма, как раз ищется этот специфический паттерн, потом превращается в команду для контроля, ну, в данном случае курсором. Исполнительное устройство это курсор. Человек контролирует обратная связь, ну, и вот так крутятся все эти поколения от 1.0 до 4.0. Что нового в пятом поколении? Появляется новый контур. Он анализирует ту самую энцефалограмму, когда человек что-то задумывает. Ну, какая-то там сетка пристраивается, но анализирует как? Нужно только уточнить одно. Человек согласен с предъявленной ему гипотезой или не согласен? Вот задача этого контура номер один. А кто предъявляет гипотезы? Гипотезу предъявляет вот как раз искусственный интеллект. Ну, допустим, построенный на комбинации с генеративной нейросетью. Вот он предъявляет гипотезу. Человек при этом что-то задумал, замыслил. Например, человек задумал машину, автомобиль. Конечно, эта энцефалограмма идет в этот первый контур. А если генеративная сеть дает свою гипотезу? Ну, человек задумал автомобиль, а гипотеза – гяблоко. Ну, мозг в первую очередь отвечает – это не то, не согласен. И хорошо бы получить в первом контуре четыре градации. Очень холодно, прохладно, тепло и горячо. Вот такие четыре градации. Ну, это выглядит, и мы работаем сейчас над этим, в этой части, это выглядит осуществимо. Четыре градации универсальные. И вот здесь, видите, генеративная сетка получает энцефалограмму. Она ее запоминает. Она запоминает ответ первого контура, что человек не согласен. Значит, это такая энцефалограмма, которая не соответствует выдвинутой гипотезе. Совершенно другие отношения между искусственным интеллектом и мозгом человека. Не соответствует выбранной гипотезе. Значит, анализируем эту энцефалограмму и анализируем, как указывающее на то, что это далеко до того, что задумал человек. Потому что здесь же, в тайной памяти этой машины, начинает строиться семантическое пространство. Иксом обозначается то, что человек задумал, а вот это яблоко располагается на такой дистанции, в которую ответил мозг. Очень холодно. Значит, на далекой дистанции. Потом появится какая-то другая гипотеза. Допустим, какой-нибудь там апельсин. Но он получит ту же самую дистанцию. А потом появится велосипед. Велосипед, очевидно, будет на меньшей дистанции. То есть, это уже теплее. Или там не так холодно. И, следовательно, вот здесь появится такая сеть, семантически скопированные из мозга человека. Вот как у человека расставлены на каких семантических, на смысловых дистанциях расставлены объекты, также они будут расставлены и здесь. Так что первый плюс такой схемы – это то, что будет копироваться это настоящее антропоморфное копирование семантических пространств человека. Проблема в том, что нужно постепенно прийти к пониманию и быстрее догадываться, не перебором. Конечно, эта схема не будет работать, если мы оставим их вот так, как есть. Человек неизвестно, что может загадывать, а гипотезу этой генеративной сетки может быть тоже миллион. И когда же они там договорятся? Поэтому эксперимент заключается в том, что мы договоримся с человеком, что мы ему даем только 10 объектов для задумывания. И сообщаем об этой тайне самой генеративной сетке. Человек будет задумывать всего только вот эти 10 объектов. И пусть они крутятся. И вот пока они разберутся в семантических полях этих 10 объектов, в конце концов генеративная сетка натолкнется на автомобиль, потому что в наборчике там будет автомобиль. И она будет сравнивать эти энцефалограммы не только потому, что они принадлежат автомобилю или какому-то объекту, но еще и потому, что они указывают на семантические дистанции между объектами. Это дополнительно будет помогать расшифровывать, в конце концов понять язык, энцефалографический язык. Но здесь уже большое дело, нужно будет подгонять слова, следующие, вернее, объекты. Потом мы бросим еще 5 объектов. Но они должны быть в хороших, в определенных, вполне определенных, заданных семантических отношениях с первым пакетом. Иначе мы не разберемся, если будем случайным образом подбрасывать слова. Кто нам будет готовить такие пакеты, хорошо семантические и увязанные с предыдущими? Ну, мы как? Мы уже начали работу с лингвистами, с философами, которые будут нам как-то продумывать эти пакеты. Но есть еще один ход. Смотрите, мы можем добавить сюда другой рабочий инструмент – языковую модель. А языковая модель прекрасно знает, в каких семантических отношениях находятся слова. Поэтому мы ее хитрым образом так подключим, чтобы она подбрасывала идеи генеративной сетки, какую гипотезу следующую выдвинуть. Ну, если это картинки, то мы можем легко превратить картинки в текст или текст картинки любым способом. И вот вам должен заработать такой нейроинтерфейс, нейроинтерфейсная технология 5.0, которая уже даст нам не только, ну, в первую очередь, антропоморфное кортирование или копирование семантических пространств, но данного человека. То есть у каждого свое семантическое пространство. И с одной стороны. А с другой стороны мы надеемся, что здесь выработается новое прочтение энцефалограмм. Потому что язык мозга мы расшифровать не можем, коды мозга мы не можем, но на данный момент и нет теоретических подходов. Но если это делать в интерактивном взаимодействии, они в конце концов договорятся, какой кусочек энцефалограммы чему соответствует. Ну и мы таким образом, может быть, в конце концов, и получим, собственно, вот нейроинтерфейсы пятого поколения, которые отличаются принципиально от всех предыдущих тем, что здесь нет объекта командования. Здесь есть два равноправных объекта, которые стараются понять друг друга. А тем самым создать машинный такой язык, понимание, что в энцефалограмме зашифровано. Вот здесь на этом спасибо за внимание. И вот вам эта полная схема этого нейроинтерфейсной технологии 5.0. Ну, это на обсуждение, потому что мы работаем сейчас в первом контуре. Ну, работаем и со вторым, и с первым. Ну, это, в общем, задача, требующая очень большой мультидисциплинарности. Видите, я уже сказал, здесь у нас мы работаем вместе с философами-лингвистами. Естественно, здесь большой атишный компонент, потому что это очень такие умные комбинации сеток должна быть. И, конечно, здесь нейрофизиологи и психофизиологи. Спасибо за внимание.